всем привет с вами сергей проект по когда читаешь вторую книгу циклов всегда есть опасения что или это будет история совсем не связана с предыдущим томом и там может автор пойти совсем не в ту сторону и путь все не связано интересно и вообще все не так или же второй том уже будет играть на том том же поле что и первые будут повторяться не будет никакого развития и самоповтора кита пойдут а бывает что второй том такой же интересный как и первый а по сути он расширяет вселенную расширяют основную линию раскрывает нам главных персонажей и фактически как будто ты читаешь прямое прям сразу продолжение и это можно слить в единый том такой найти в книгу с такой здоровенный на несколько томов ну что прям одна книга и ты можешь читать с первой книги и пошел вторую том там третий и последующий вот с этой книгой с автором это макдональдом я вас уже знакомил я вам рассказал что это серия шедевр фэнтези мне очень нравится и я там в основном пока просчитываю первые тома но некоторые циклы уже завершены будь то джендович да тут цикл например я прочитал и вот так получилось что буквально новинка знак ворона попала ко мне в руки я ее приобрел и как-то так совпало что это хотелось ее и прочитать пока еще свежи воспоминания первом томе черных крыльях и здесь прямое продолжение здесь мы опять с отрядом черных крыльях знакомиться точнее продолжаем знакомства наш главный герой пытается разобраться чтобы как жить дальше после всех этих глобальных событий в первой книге он пытается разобраться в себе у него будет ее внутренние терзания он будет делать какие-то поступки постоянных анализировать мы будем узнаем судьбу светлой леди что это за существо есть там кто-то за этим всем какие-то легенды здесь опять этот мир опять есть морок рядом на границе и опять есть противостояние там глубинных королей и мощных магов и во что это все вылиться хочется узнать и естественно главному герою тоже хочется во всем там разобраться тут еще и культ возникает вот этой священной леди которые светлые леди ей поклоняются ее видят она там помогает уже не становится все больше и больше сторонников а это уже становится и политической силой и возможно военной силой и как раз таки здесь будет противостояние которое выльется в этот прямой конфликт здесь еще и задумано глобальное строительство мега купола который будет собирать энергию фос и мы знаем что это очень мощные силы как там могут использовать любые стороны тут еще все еще идет противостояние вот этих крупнейших сторон и магов глубинных королей хотя казалось бы события после первого тома это четыре года а отстает от первого тома но здесь опять закручивается интрига я не хочу заспорливать не сюжет первой книги не концовку первой книги не сюжет вот прям сильно этой книге скажу что опять же наш главный герой опять его способность попасть в эти в передрягу найти выход не всегда честным путем будет он действовать естественно тут его окружение будет страдать замешано будет во всем этом его самокопание его рефлексии по его поступкам его любовь к женщине и вот и как бы слепота к тем кто его окружает да как его помогает плюс старые враги всплывут и с этим надо будет разбираться тут еще и непонятно как его сказать покровитель воронья лапа что он как сможет тут помочь вмешаться и почему он не приходит на помощь когда казалось бы здесь такие опять масштабные бедствия предстоят опять большое противостояние с большим замахом вот и как это все разрулится здесь будут опять стоять точка то есть фактически реально вот мастерство в том что я прочел первый том я был в восторге там закончена история ну хотелось еще продолжение здесь опять четыре года прошло опять новая закручивается история которая является и продолжение той но в то же время довольно самодостаточна сама по себе и опять нас приведет к определенному финалу кажется ну все продолжение надо уже ты кайфанул вот но я с удовольствием если существует продолжение почитаю а походу оно должно быть я не успел загуглить вот перед снятием этого видео но то что пишет мастерски то что ты вот с первых страниц я почему ее внезапно прочел я как-то вот открыл первую начал читать буквально сразу же так как тут стать еще есть и пересказ короткий я еще подсказываю буквально на одной странице эту пересказывается что было в первом романе вот ну чтобы вам напомнить ну тут он еще благодаря своим воспоминаниям так далее мы сразу все вспоминаем что у него было какие там способности у людей рядом с ними что это за фос что это за мир там глобальное там противостояние плюс тут новая магия единственно опять же тот же минус как и у первой книги мало морока если помните морок и специфическая область которой там нужно специально навигаторы чтобы переглядеться там живут странные существа там помощью его можно зам перемещаться между пространство попадать там другую на другую территорию вот и хочется вот этого ужаса находящего там помните там призраки там и чего там только нету но было маловато для меня опять же я хочу больше мне именно вот этот морок интересен как же этот с ним разобраться почему такие эмоции вызывает и можно ли там как-то по-другому все действовать и раскрыть этот мир еще больше и больше мне хочется надеюсь что последующих томах будет вот это продолжение но все равно автор держит интригу по мне так это вот прям топчик это и до чуть ли не книга этого месяца действительно очень толковая шедевр фэнтези толковая вещь обязательно обратите внимание прикупайте сразу и первый том черный крылья вот и вторую книгу знак ворона она на уровне это боялся стоит ли покупать вторую покупаем это реально вместе с первой книги получится хорошая цельная история с двумя самодостаточные романы внутри вот как я завернул ну потому что я в восторге мне действительно как так совпало в этом месяце я очень много хороших книг прочитал и знак ворона входит в эту топ хороших книг и в топ темного фэнтези однозначно потому что тут положительных героев практически нет здесь много плохих поступков здесь все стороны тоже плохие которые друг другу противостоят используют грязные методы но история интригующая мир сам интересный интриги глобальные которые я очень люблю когда прямо заговоры какие-то когда прям только в конце ты понимаешь ага ради чего это все делать и кто на чьей стороне стоит это очень классно поэтому это прям топ обязательно рекомендую прощение читайте хорошие книги с вами был сергей проект по пока